здравствуйте забражды 2019 продолжаем разбираться как делать американский футбол как это все будет и сегодня давайте посмотрим как сделать шлем немецкий шлем я уже делал кому интересно ссылку оставлю под видео погнали делать теперь американский футбол и головной убор так сказать так открываем тулы и опять же сфера так пардонте давайте лифтбокс откроем найдем hand plants вот этот и найдем какую-нибудь заготовку болванку головы вот она болванка готова отключим теперь флу но нам не нужен и перспективу тоже вот теперь голова вот так вот выглядит в глине сегодня не буду показывать как будем вот в этом материале работать а потом уже покажу может в линии как будет все это выглядит красненько так теперь заходим саптулы и открываем append в append заходим открываем сферу переключаемся на сферу и заходим в геометрии а можно не в геометрии move нажимаем и гизму сейчас поработаем вот так вот подставляем пока и надо немножко порезать это все дело control shift нажимаем по прошлым роликам и тримку и внизу так вот обрезаем и перед немножко скатываем вот так вот теперь это будет у нас заготовка так все хорошо все нормально теперь делаем одну полигруппу опять же повторюсь включаем поле f вы видите что разные полигруппы после обрезки получились и вот теперь мы их должны control w объединить и можно сделать уже дай нам с тем вот теперь с этим будем работать открываем истики и находим мофта полоте можно мог эластик кто как какая кисточка кому приглянется теперь x включаем симметрию и немножко поработаем со шлемом вот так немножко тут вытянем немножко вот так где-то вот в таком духе переключимся наперед немножко плюс ним за красный квадратик тянем включена симметрией так ну и немножко поработаем с лицевой частью так вот поставить надо и немножко все это дело вытянуть вперед немножко тут углубим вот уже заготовка шлема есть немножко можно убрать еще здесь вот бока чтобы взгляд у футболиста был боковой так ну и немножко вот так вот чуть-чуть сделаем вот этим теперь будем работать так можно сразу все это экспортировать скульптрис и скульптрис и сделать как робота мы делали добавить что-то урезать что-то ну давайте поработаем маской опять же буду делать от балды я не смотрел как выглядит шлем сзади приблизительно только ну и начнем наверное так начнем вот с верхней части окружилась чё-то альт правая кнопка мыши это дело двигает и шифт левая кнопка мыши все это выравнивает control включаем смотрим как у нас установлена маска control д чуть-чуть поменьше поставим и немножко порисуем очень неудобно рисовать мышкой мечта у меня купить планшет но сейчас возможности не предвидится по моему так вот так это все замаскируем делаем control и и немножко поработаем гизму так control z отключаем симметрию x и покрутим немножко и немножко поведем и немножко опустим так вот это снимаем так можно сразу сделать в деформации polish вот здесь вот делаем все это дело мягко можно назначить поле группу control w и все это дело отключить теперь заходим дикометрии находим модифит оположи жмем мира and well по иксу вот такая штука получилась так следом что еще можно сделать можно выделить вот эти вот часть вот эти пока боковины опять же контрол обрисовываем и немножко уводим вот так сюда вот таким вот образом немножко здесь вот так вот рисуем сейчас я рисую без симметрии поэтому потом опять же можно сделать зеркалку если где-то что-то вы пропустили то control alt он стирает вот так вот control удерживая он рисует так вот таким вот образом и немножко на подъем вот такая штука делаем control и и опять же немножко уводим все это дело и можно немножко это перекрутить и подать где-то вот так наверное вглубь вот да вот так будет уже прикольно так control z можно сразу сделать опять же polish деформация или релакс так это все тоже сделано будем делать шлем на и простейший поэтому теперь делаем вот так выводим опять же маску можно вот так вот control левая кнопка мыши замаскировать и немножко здесь вот так вот все это дело подрисовать вот так вот пробел передвигает рамку вот так все это можно еще больше замаскировать и делаем control alt вот так здесь оставляем именно вот в таком духе делаем control и и вот так и немножко все это дело вот так уводим немножко вот сюда и немножко наверное так вот вглубь опять же делаем полишь и снимаем маску делаем теперь зеркалку геометрии модифита положим мира мтвл вот так вот ну и немножко все это дело можно растянуть вот так сделать попышней здесь немножко можно шифтом пройтись принципе все классно и сделать еще деформация полишь вот так уже будет поприкольней простой такой шлем можно также поработать высчитанием и добавлением каких-то деталей вот можно взять допустим лицевую так вот обрезать боковую тоже подровнять вот уже другой вид теперь control w и dynamesh вот такая ступенция получилась смотрим что-то как сеткой и теперь отправляем все это дело в скульптинг там это будет удобнее доделывать все будет классно так скульптинг не принимает отключаем голову видимость и давайте немножко посмотрим что здесь да как почему не принимает значит сеткой что-то не так можно это все дело выгладить вот так вот и повторить попытку гост шлем уже в скульптинг вот здесь давайте теперь его поработаем немножко так жмем платным и вот этот бок вот так вот так симметрию можно включить окей и вот так вот симметрия немножко сплю с ним бака немножко пройдемся здесь по верху таким вот образом можно чуть-чуть залезть наверх вот так вот так вот так здесь немножко выровняем ну и поработаем как всегда клей инверсия и кисточку поставим такую размер какой нам нужен так чуть-чуть уменьшим и чуть-чуть детализацию побольше здесь делаем вот такой кант вот так здесь можно сделать воздухом что еще можно придумать шлем нужно сделать попроще не надо наворотов пока для общего понимания так ну вот эту часть наверно тоже давайте сгладим кисть чуть побольше и вот так вот так ужас получился вот так здесь помягче сделаем вот этот поворот вот так вот а вот здесь делаем побольше изгиб и вот так вот и шифтом все это делать чуть-чуть выгладим ну вот в принципе прикольно здесь еще немножко можно подобрать вот так вот вниз и теперь клей отключим инверсию и попробуем здесь вот поменьше кисточку слишком маленькая вот так вот попробуем здесь сделать полосы вот так вот и тут кисточку поменьше и попробуем здесь вот так чуть-чуть пройтись для красоты чисто так sıculк там вышла так ну все мы в принципе простенький пусть будет не в нем акцент конечно так теперь включаем голову находим теперь опять же append и включаем сферу еще одну теперь заходим в геометрии делаем всему этому дай нам с и теперь мог и все это дело вот так вот уплотняем вот так вот так и вот так выводим получается вот такая штукензия смотрим по бокам что-то как немножко немножко еще ее можно увеличить и вывести чуть-чуть вперед вот так делаем теперь решетку открываем кисточку и находим вот эту вот кисть куртуб делаем дровсайз поменьше посмотрим сейчас первый провод делаем так она рисует видите она углублена нам это не надо заходим в строк находим курт включаем эластик ну и band оставляем вот вот теперь более-менее будет она так контрол-з 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 так эластик бэк и все пойдет вот это хватит рисуем так первая пошла вот отсюда вот так уменьшаем еще ее размер дровсайз уменьшаем и жмем на кургу слишком чтоб тонкая тоже не было это не хорошо будет ну вот пусть пока вот так побудет и если вы тянете за кургу вы можете ее немножко вот так вот регулировать вот таким вот образом подгонять как-то ее распределять здесь заводить выше ниже так дровсайз чуть-чуть поменьше на курочку и смотрим сверху вот так все это дело устанавливаем и снимаем кургу жмем на любой мэш вот так так контрол-з развивал вот этот края это нехорошо будет и вот здесь чуть-чуть наверное получше сделать вот теперь нам раз нажимаем следом ведем вот так и обводим вот эту часть сейчас курва чуть-чуть этот прячется но мы его так вот потихоньку за кургу вот сюда вот так вот вытянем на лицевую часть так немножко подкорректируем вот в таком духе и немножко можно вытянуть и вот так вот пистать должна быть у вас одного размера потому делать еще много вещей и потом будет начнете уменьшать разная толщина вот этой вот стукенции так вот так все это сразу устанавливаем процесс не быстрый смотрим со всех сторон очень точное очень точное положение это не не важно потому что она потом будет корректироваться но чтобы меньше заморочек потом было постарайтесь все это дело сделать максимально более-менее приближенное нормальный так снимаем курву и тут так а вот теперь делаем вот такую штуку снимаем маску так control-z не снимаем маску делаем модифика под видео милл вот получилось вот такая штука у нас и продолжаем теперь рисовать вот теперь чуть дров сайс уменьшаем и продолжаем рисовать теперь другой курвой вот так вот таким образом рисуем и опять же подгоняем вот так вот так вот это вот можно сделать потоньше где-то в таком духе немножко здесь вот так и и смотрим сверху смотрим сбоку жмем мира мпл так и это дело есть все это хорошо вот теперь поработаем другими кистями смысле не кистями другим размером снимаем маску и проводим теперь курву вот отсюда вот так и вот так вот вот она ровно легла все хорошо есть такое дело состыковое чтобы она входила именно в модель и немножко корректируем вот таким вот образом следом опять же повторяем чуть поменьше курву и делаем так снимаем курву на любой области нажимая и и теперь получается опускаем так и опускаем вот так вот курву так вот эту уже курвочку надо подкорректировать вот таким вот образом чтобы она вошла именно во всю модель эта часть сюда эта часть где-то вот так вот на изгиб должна уйти вот таком духе снимаем опять же маску снимаем курву и жмем мира мпл многовато ну как на картинке если что можно потом эти поударить ненужные так теперь следом что делаем делаем всему этому полишь и делаем всему этому геометрии дай нам с так пардонте давайте сферу уберем нажимаем control shift на сферу и теперь заходим модифит ополаджи и делаем дел хитом а вот этой модели все делаем уже тогда дай нам с полишь вот такая получилась у нас добрала теперь делаем мофт ополаджи драфсайз драфсайз побольше и вот так вот так x включаем включаем x и вот теперь нужно будет поработать со всеми вот этими деталями вот они сейчас срослись наверно control z нажать надо вот так чтоб они разъединились и давайте попробуем теперь деформацию инфлаты чуть-чуть потом все это все дело вот так уже лучше control z и работаем с иксом вот так все это дело вытягиваем вот эту часть приподнимаем выводим ее вперед вот так вот немножко корректируем вот так вот чуть-чуть вверху а эти части чуть-чуть состыковываем жмем вот так на вот эти части и давайте с помощью мув немножко их в бок уведем от глаз где-то вот так чтоб рамка была вот уже симпатичнее уже хорошо так следом что еще можно сделать давайте с нижней поработаем вот этой ее чуть-чуть вниз вытягиваем и немножко выкручиваем вот так вот смотрим что ты так на нее control shift нажимаем маскируем и делаем control shift делаем control и вот теперь можно ее полностью передвигать подгонять и все будет хорошо будем с ней работать опять же мофф топологи драфсайз побольше и вот так все это дело чуть-чуть вот так припускаем с помощью мофф приподнимаем и вытягиваем вперед вот так вот и стыкуем уже в общей модели вот этой вот так вот так шифтом немножко можно выглазить сделать ее потонше делаем control и нажимаем control shift и вот эту часть шифтом тоже выглаживаем делаем потонше вот так вот теперь с этой частью shift тоже выглаживаем и вот уже вообще симпатично так эта часть сюда стыкуется вот так вот эта часть вот так стыкуется и нижняя водится вот сюда драфсайз опять же уменьшаете прибавляете и немножко корректируете вот так вот вот таким вот образом так эту часть забрала немножко подаем вперед вот так и вот эту часть драфсайз драфсайз побольше немножко вот так вот уводим во тьме немножко ее вытягиваем вперед опять же так подаем и везде стыкуем вот так вот проверяем вот эти части тоже их корректируем и вот такое получилось прикольная забрала теперь Смотрим, что да как. Вот такой простой шлем получился.